Телекомпания ВИД представляет. Страх это подарок природы. Это подарок природы, которым нужно уметь пользоваться. Потому что страх двигает человека. Страх должен быть дозирован. Точно так же, как ядом змеи можно человека убить. А если это будет дозировано, что больного человека можно сделать здоровым. Сила. Сила всегда вызывала уважение. И наше время не исключение. Я устал смотреть все эти истории о злой силе. О бандитах, крови. Я расскажу вам о другой силе. Силе добра. О двух настоящих мужчинах. Родные братья Виталий и Владимир Кличко. Профессиональные боксеры в супертяжелом весе. Чемпионы Европы, интерконтинентальные чемпионы. И чемпионы мира по версиям WBO и WBA. Продолжение следует... Хорошо. Привет. А как что, молодой человек, что будете заказывать? А я уже докажу заказал. Аппетитис после тренировки, да? Быстренько. Маленький мальчик Вова очень любил своих родителей. И он не мог их расстраивать своими оценками. Иногда у него оценки были хорошие. Но иногда они у него были не очень хорошие. Поэтому, дабы не вводить после тяжелого, рабочего, трудового дня, ни отца, ни мать, приходилось это скрывать. Когда-то Володя пришел со школы в плохом настроении. Что же мне делать? Родители вызывают. Двойкам по-русскому. Что же делать? Ну и показывали. Мне показывают тетрадь. Ну что, говорю, малой. Не печалься, показывают тебе, что... Вот видишь тетрадь. Взял тетрадь. У нас была такая ванная труба-вытяжка. Я ее раз забросил на эту трубу. Я говорю, нет тетради, нет рубля. Но, как говорит народная русская пословица, все тайное остается явным. Приехав в Числовакию, через 15 лет, через 17 лет, засунув руку в трубу, то там была хорошая стопка этих тетрадей. Я сразу набрал на мобильном. Володя, он находился здесь в Гамбурге, потому что у меня была подготовка. Я говорю, ну что двоечник? Я рассказал ему историю, он мне не поверил. Я привез эти тетради сюда, в Гамбург, и нужно было верить его глаза, и он скакал, как мальчишка. Отец Владимир Родионович, человек военный. Первенец Виталий родился в Киргизии, а младший Володька в Казахстане. Два пацана росли, как тысячи других, качуя по гарнизонам. Везде отец строил аэродромы. Но эту страшную военную тайну мальчишки никому не выдавали. Процесс от питания, как говорится, был в спартанских условиях. И по-солдатскому. Кровать должна быть заправлена с утра. Обувь должна быть всегда чистая, вычищенная. После учебного дня доклад. Как прошел учебный день, сегодня могу поблагодарить. Потому что волей-неволей с детства привык к этому. Виталий, трехкратный чемпион Украины по боксу, шестикратный чемпион мира по кикбоксингу. Младший, Владимир, чемпион Европы по боксу среди юниоров, пятикратный чемпион Украины по боксу. Музыка. 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 После успешного выступления Владимира Кличко на Олимпиаде в Атланте братьями заинтересовались спортивные менеджеры Европы. Немецкий клуб Universal Box Promotion был одним из многих, кто сделал им предложение, от которого братья не смогли отказаться. Владимир и Виталий стали жителями Гамбурга. Почему именно Гамбург? Братья отшучиваются, мол, не финансовые условия соблазнили, а красота города с его живописными каналами, коих в Гамбурге больше, чем в Венеции и Амстердаме вместе взятых. Так реализовать себя в спорте, как мы можем себя реализовать здесь на Западе, мы никогда не смогли бы, находясь в России и в Украине. Без стабильной экономики, без сильной экономики. Не будет роста спортивного. Если людям нечего кушать, то, поверьте, им не до зрелищ, не до спортивных соревнований. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Иногда, когда ты включаешь канал, там, где идут новости, то хочется новости выключить, потому что чересчур много крови, я скажу, видно на экраны телевизора, чересчур много, не только в России, в Украине, в Америке, где угодно, а по всему миру. Терроризм, он уже настолько распространился, что он практически может, акт террористический может произойти в любом месте, в любое время. Никто не знает, где и тогда. Предотвратить, обеспечить безопасность какую-то можно, но, конечно, на сто процентов это сложно сделать. От одной мысли, что на этом мюзикле может находиться моя жена, может находиться мой сын, и если такое, не дай бог, случится, то для меня уже не будет представлять никакого значения, каким образом я смогу сделать того, чтобы угрозы жизни моим родным и близким мне предоставляли какие-то люди. Независимо от того, какие цели они ставят. То, что вы сейчас видите, это не реклама новых покрышек фирмы «Континенталь». Так братья тренируют мышцы верхнего плечевого пояса. Оригинально, да? Но главное, эффективно. Потрясающие физические данные они совершенствуют с помощью своего главного инструмента – интеллекта. Немного времени, смекалки, немецкой древесины и всё. Готов новый тренажёр. Партнёра по спаррингу подбирают как любимую. С такой же фигурой, характером и манерами ведения боя. Как у будущего соперника. Видите, как эти ребята похожи на Джамиля Маклайна. Те же руки, те же движения. Самое интересное в тренировке, что каждые три раунда спарринг-партнёры меняются, а со свежим драться гораздо сложнее. Ты уже выжат. За тренировку, как правило, в стирку уходят 5-6 маек на брата. Можете в этом сами убедиться. Да, тяжёлая работа, правда? Но, а иначе, и не победишь. За пять лет работы в Германии с 200-го места в мировых рейтингах они поднялись в десятку лучших боксёров мира. Здесь их называют королями нокаутов. Из 60 проведённых поединков больше 50 победы нокаутом в первых же раундах. Алло. Привет, Маша. Привет, Зак. Ну, пройдёте в ад. Ничего, всё хорошо. Ты уже... Ты что не берёшь? А? Я тебе уже перебил. Я уже не дома, да. Я уже не дома. Алло. Как ты себя чувствуешь? Ничего, всё хорошо. Как пузик? Ничего, отразится. Пузик. А сын... Как сына? Алло. О. Да, ты это сам. А ты можешь перезвонить? Хорошо, хорошо. Я тебе перезвоню через пару минут. Давай. Я считаю, что наверняка нет каких-то рамок. В 25 положено жениться. Или в 30 положено жениться. Или раньше, или позже. Я думаю, что под лежачей камень вода не течёт. Как говорит народная мудрость. Но я думаю, что всё-таки со временем всё само собой придёт. Если женщину покорить, обольстить, её можно, не обязательно её добиваться кулаками. Для этого есть очень много других, более эффективных способов. Калфеты, мягкие игрушки, цветы. Мои представления таковы, чтобы каждая вершина при покорении её доставляет мужчине неимоверную гордость. Лучшая модель. Лучшая модель. Наталья Игорова. Наталья Игорова. Лучшая модель. Лучшая модель. Лучшая модель. Лучшям. Мужчинам присутствовать при рождении детей. Совершенно другое отношение. Это чувство непередаваемое Это чувство Я могу себе представить отцовство То, что Виталик переживает Я это ощущаю на собственной шкуре И это Это ни с чем не сравнимо Это просто великолепно Мария Шпальницкая Приехала к доктору Ну что говорят Дождешься ты меня Еще ничего пока не говорят Я еще к нему не дошла Договорились Доктор готов ждать Самое главное Главное, чтобы ты дождалась Главное, что Елизаветка Ему искать Ну смотри У меня билеты уже полностью Сразу после боя Сразу после боя Лечу Я думаю, что успею Ну, да Вся надежда Вся надежда на тебя Что ты дождалась Хорошо Должен стараться Хорошо Хорошо, я тебя целую Тогда Хорошо, я тебя после доктора Наберу Тебя перезвоню Хорошо Что к чему Что доктор скажет Дождемся или нет Хорошо Виталька, тебя целую Всего целую тебе Пока Пока Женщина Для мужчины Для настоящего Мужчины это ангел И его нужно беречь Охранять Виталий Кличко В книге рекордов Гиннеса 26 побед нокаутом При наименьшем количестве раундов Стал железнее Железного Майка Тайсона 2002 год Владимир Кличко Признан профессионалами Лучшим боксером года Виталий Кличко Знаете, чем пахнут боксеры? Потом Но после моей стирки Они пахнут свежестью А братья особенно Ничем не отличаются Правда, младший, Володя Всегда приносит свои грязные вещи В корзине А Виталий Бросает их на полу Прямо в раздевалке А я их подбираю Вообще изначально бокс Создан для женщин Потому что изначально Два мужчины оспаривают Два джентльмена При помощи жестов Разговаривают с друг другом И оспаривают женщинам Спорт в целом Потому что это оспаривание Это кто сильнее Кто быстрее Кто дальше Кто выше И так далее Это борьба И Это в целом Как американцы любят говорят Это секси Ребятам Мне не приходится Делать каких-то наставлений Что они обязаны Сделать то или другое Ребята Уже подготавливаются И понимают полностью Всю ответственность И приходится только Составлять тренировочный план Но иногда Приходится бороться С русской пунктуальностью Конечно же Есть зависимость От будущих партнеров От будущих Конкурентов Конечно же Есть имена С которыми Просто-напросто Хочешь и мечтаешь Стретиться С которыми Просто нужно Стретиться Чисто из профессиональной Точки зрения Это и Ленокс Льюис Или Майк Тайсон Или Эндр Холлифилд Это те имена С которыми Хотят встретиться Любой из боксеров Тяжелая веса Если они Проводят сами поединок То ты переживаешь За то, чтобы они Не дай бог проиграли Кому-то другому Иначе они тебе Не достанутся Но никогда Я думаю Что не стоит думать Спортсмену Или боксеру О том случае Который может произойти Перед ним С ним В ринге Когда подготавливаешься Буквально за два часа до того То, конечно же У тебя есть переживания 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 Чувствуют очень много Связаны со страхом И так далее И когда ты Перешивнул Через канаты В ринг То страх пропадает Я думаю Я думаю Я думаю Я думаю что с братом Ничего не случится Потому что мы работаем На то Чтобы выходить Из ринга Победителями Очень долго Мы работаем для того, чтобы на защиту очень хорошо, чтобы не пропускать удары. Это наш девиз. Не бить, а в первую очередь не пропускать удары. И наша цель – успех. Если в один прекрасный момент мы почувствуем, что успех уже не с нами, если удача не улыбается нам, то я думаю, что не стоит оставаться в ринге и служить мешком для битья для других спортсменов. Настоящий мужчина в чём-то всегда похож на ребёнка. Да просто он и есть ребёнок. Именно поэтому он так запросто разговаривает с детьми. Внимательно вслушивается в то, что они ему рассказывают. Отвечает на все их каверзные и в то же время наивные вопросы. Девушки, дорогие, вам мой совет. Любите только тех мужчин, которые сами любят детей. Алло. Мамуль, привет. Здравствуйте, Валенька. Ну, как дела? Отлично. Вот блинный пик у тебя. Понятно. Как здоровье? Тоже прекрасно. Ну, это самое главное. Слушай, хорошие фотографии сделали. Эти, когда пришли, посмотришь. Отцу тоже покажешь. Хорошо. Ну, так тоже. Всё в порядке. Сейчас тренируемся, готовимся. Да. Скоро нужно будет лететь на Лас-Вегас. Перестраиваться на тот климат, поэтому пораньше уже туда полетим. Вот. Ну что, удачи. С кончей дороги. С лёгкой дороги, чтобы всё нормально было. Мы с папой сидели с вами, рядом, мысленно. Хорошо, Муль. И тогда, мужа, я уже прилечу туда и перезвоню тебе. Отцу, большой привет передавай. Хорошо, спасибо. Вот. Я тебя целую. И давай туда до связи. Пока. Всё нормально у вас? Да, всё отлично. Всё отлично. Ну? Хорошо, Муль. Всё. Счастливого, Мулька. Пока. Боксу я изменяю регулярно. Когда я не занимаюсь боксом, я занимаюсь с огромным удовольствием другими видами спорта, я реализую себя с огромным удовольствием в чём-то новом. КОНЕЦ Виталий и Владимир общались с самыми известными в мире людьми. Их принимали Клинтон и Кучма. Братья позволили себе бокал красного вина в компании Макса Шмеллинга, экс-чемпиона мира по боксу 30-х-40-х годов. Достойно проиграли великому гроссмейстеру Гарри Каспарову. Подпевали любимому Стингу. И даже соревновались в актёрском мастерстве с Джулией Робертс и Джорджем Клуни, снявшись у Стивена Содерберга в фильме «Одиннадцать друзей. Оушен». Ну, выходной — это работа, потому что на самом деле она настолько разнообразна. Это не только спорт, это и то, что мы делали с Италиком, поскольку мы сделали нашу научную работу и защитились в Украине, потом мы её перевели на немецкий язык и представляли здесь, в университетах, во Фрайбурге, Бонне и Гамбурге. И когда ты стоишь уже в большом счёте как профессор, и когда видишь забитый зал студентами и наблюдаешь, как они тебе просто-напросто в рот заглядывают, и ну что же он расскажет ещё? Это чувство незабываемое. То есть точно так же, как ты находишься в ринге и видишь огромное количество пар глаз, которые просто сконцентрированы на тебе, это огромный прилив энергии, и, честно говоря, чувство незабываемое, которое хочется снова и снова повторить. Только что закончился ещё один бой Владимира Кличко, вернее, бой братьев Кличко, потому что они всегда вместе. Это не финал. Я верю, что до финала им ещё далеко. А я, в свою очередь, заканчиваю рассказ про добрую силу и двух настоящих мужчин. И пеленали меня тоже не шёлковые пелёнки. Потому что контраст всегда нужно чувствовать, всегда нужно знать, откуда ты пришёл, куда ты идёшь, как высоко ты летишь, как низко тебе падать. Уже нет ни манекенщицы, ни боксёра, а есть любимая и любимый. Вот эта фотография, как мы рожали Егорку вместе. И те переживания, которые я получил при рождении моего сына, я тех переживаний не получал никогда. Я советую очень многим мужьям, мужчинам присутствовать при рождении детей. Совершенно другое отношение. Это чувство непередаваемое. Это чувство... Я могу себе представить отцовство, то, что Виталик переживает. Я приблизительно это ощущаю на собственной шкуре, так сказать. И это... Это ни с чем не сравнимо. Это просто великолепно. Мариаш Бальницин приехал. К доктору. Ну что говорят? Дождёшься ты меня? Ещё ничего пока не говорят. Я ещё к нему не дошла. Ну, договорились. Договорились. Доктор готов ждать. Самое главное... Главное, чтобы ты дождалась. Главное, что... Главное, что билетоведка не выскачала раньше. Ну, смотри. У меня билеты уже полностью. Сразу после боя. Сразу после боя лечу. Я думаю, что успею. Ну, да. Вся надежда... Вся надежда на тебя, что ты дождалась. Хорошо. Хорошо. Будем стараться. Хорошо. Я тебя целую тогда. Хорошо. Я тебя после доктора наберу. Тебя перезвоню. Хорошо. Что к чему? Что доктор скажет? Дождёмся или нет? Хорошо. Все, Виталий, Катя, целую. Всего целую тебя. Пока. Пока. Женщина для мужчины? Для настоящего. Мужчина это ангел. Его нужно беречь, охранять. Виталий Кличко в книге рекордов Гиннеса. 26 побед нокаутом при наименьшем количестве раундов. Стал железнее железного Майка Тайсона. 2002 год. Владимир Кличко признан профессионалами лучшим боксёром года. Виталий Кличко. Знаете, чем пахнут боксёры? Потом. Но после моей стирки они пахнут свежестью. А братья особенно ничем не отличаются. Правда, младший, Володя, всегда приносит свои грязные вещи в корзине. А Виталий бросает их на полу прямо в раздевалке. А я их подбираю. Вообще изначально бокс создан для женщин. Потому что изначально два мужчины оспаривают. Два джентльмена при помощи жестов разговаривают друг с другом. И оспаривают женщины. А спорт в целом, потому что это оспаривание, это кто сильнее, кто быстрее, кто дальше, кто выше и так далее. Это борьба. И это в целом, как американцы любят, говорят, это секси. Ребятам у меня не приходится делать каких-то наставлений, что они обязаны сделать то или другое. Ребята, что он... Верхнего плечевого пояса. Оригинально, да? Но главное, эффективно. Потрясающие физические данные они совершенствуют с помощью своего главного инструмента – интеллекта. Немного времени, смекалки, немецкой древесины – и всё. Готов новый тренажёр. Партнёра по спаррингу подбирают как любимую. С такой же фигурой, характером и манерами ведения боя. Как у будущего соперника. Видите, как эти ребята похожи на Джамиля Маклайна. Те же руки, те же движения. Самое интересное в тренировке, что каждые три раунда спарринг-партнёры меняются, а со свежим драться гораздо сложнее. Ты уже выжат. За тренировку, как правило, в стирку уходят 5-6 маек на брата. Можете в этом сами убедиться. Да, тяжёлая работа, правда? Но, а иначе и не победишь. За 5 лет работы в Германии с 200-го места в мировых рейтингах они поднялись в десятку лучших боксёров мира. Здесь их называют королями нокаутов. Из 60 проведённых поединков больше 50 победы нокаутом в первых же раундах. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Д behöver Дмитрий закakap отлично под блины пику тебе понятно как здоровье тоже прекрасно но это самое главное слушай хорошие фотографии сделали эти когда пришли посмотришь по отцу тоже покажешь так тоже все порядке сейчас тренируемся готовимся скоро нужно будет лететь на лас-вегас перестраиваться на тут климу поэтому пораньше туда полетел ну что удачи дороги легкая дорога чтобы все нормально было мы с папой рядом мысленно хорошо и тогда мужа я уже прилечу туда и перезвоню тебе отцу большой привет передавай я тебя целую и тогда до связи пока все нормально у вас да все отлично хорошо моль пока адскому кровать должна быть заправлена с утра обувь должна быть всегда чистая вычищенная после учебного дня доклад как прошел учебный день сегодня могу поблагодарить потому что волей-неволей с детства привык к этому виталий трехкратный чемпион украины по боксу шестикратный чемпион мира по кикбоксингу младший владимир чемпион европы по боксу среди юниоров пятикратный чемпион украины по боксу после успешного выступления владимира кличко на алимпиаде в атланте братьями заинтересовались спортивные менеджеры европы немецкий клуб юниверсом бокс промоушен был одним из многих кто сделал им предложение от которого братья не смогли отказаться владимир и виталий стали жителями гамбурга почему именно гамбург братья отшучиваются мол не финансовые условия соблазнили а красота города с его живописными каналами коих в гамбурге больше чем в венеции амстердаме вместе взятых так реализовать себя в спорте как мы можем себя реализовать здесь на западе мы никогда не смогли бы находясь в россии и в украине без стабильной экономики с бессильной экономики не будет роста спортивным если людям нечего кушать то поверьте им не до зрелищ не до спортивных соревнований а Иногда, когда ты включаешь канал, там, где идут новости, то хочется новости выключить, потому что чересчур много крови, я скажу, видно на экранах телевизора, чересчур много, не только в России, в Украине, в Америке, где угодно, по всему миру. Терроризм, он же настолько распространился, что он практически может, акт террористический может произойти в любом месте, в любое время. Никто не знает, где и когда. Предотвратить, обеспечить безопасность какую-то можно, но, конечно, на 100% это сложно сделать. От одной мысли, что на этом мюзикле может находиться моя жена, может находиться мой сын, и если такое, не дай бог, случится, то для меня уже не будет представлять никакого значения, каким образом я смогу сделать того, чтобы угрозы жизни моим родным и близким не предоставляли. Какие-то люди, независимо от того, какие цели они ставят. То, что вы сейчас видите, это не реклама новых покрышек фирмы «Континенталь». Так братья тренируют мышцы. Телекомпания «Вид» представляет. Страх – это подарок природы. Это подарок природы, которым нужно уметь пользоваться. Потому что страх двигает человека. Страх должен быть дозирован. Точно так же, как ядом змеи можно человека убить. А если это будет дозировано, что больного человека можно сделать здоровым. Сила. Сила всегда вызывала уважение. И наше время не исключение. Я устал смотреть все эти истории о злой силе. О бандитах, крови. Я расскажу вам о другой силе. Силе добра. О двух настоящих мужчинах. Родные братья Виталий и Владимир Кличко. Профессиональные боксеры в супертяжелом весе. Чемпионы Европы, интерконтинентальные чемпионы. И чемпионы мира по версиям WBO и WBA. Хорошо. Привет. А что, молодой человек, что будете заказывать? А, я уже только что заказал. Аппетитис после тренировки, да? Быстренько. Маленький Мальчик Вова очень любил своих родителей. И он не мог их расстраивать своими оценками. Иногда у него оценки были хорошие, но иногда они у них были не очень хорошие. И поэтому, дабы не вводить после тяжелого рабочего трудового дня, ни отца, ни мать, приходилось это скрывать. Когда-то Володя пришел со школы в плохом настроении. Что же мне делать? Редики вызывают двойкам по-русскому. Что же делать? Ну и показывали. Мне показывают тетрадь. Я говорю, ну что, говорю, малой, не печалься, показывайте, что... Вот видишь тетрадь. Взял тетрадь. У нас была такая в ванной труба-вытяжка. Я ее раз забросил на эту трубу. Я говорю, нет тетради, нет рубля. Но, как говорит народная русская пословица, все тайное остается явным. Приехав в Числовакию через 15 лет, через 17 лет, засунул руку в трубу, то там была хорошая стопка этих тетрадей. Я сразу набрал на мобильном. Володя, он находился здесь, в Гамбурге, потому что у меня была подготовка. Я говорю, ну что двоечник? Я рассказал ему историю, он мне не поверил. Я привез эти тетради сюда, в Гамбург, и нужно было верить его глаза, и он скайкал, как мальчишка. Отец Владимир Родионович – человек военный. Первенец Виталий родился в Киргизии, а младший – Володька, в Казахстане. Два пацана росли, как тысячи других, качуя по гарнизонам. Везде отец строил аэродромы, но эту страшную военную тайну мальчишки никому не выдавали. Процесс воспитания, как говорится, был в спартанских условиях. И по солдатам...